Чуваша славится не только своими бескрайними просторами, чудесной природой и величием раскинувшейся по всей ее территории рек, озера, лесов, но еще древними городами, имеющими свою интересную и увлекательную историю. Один из таких городов – Цивильск, старинный город, который был основан в 1589 году как военно-опорный пункт Русского царства. Чувашское название – Щербю, что означает «сотник, командир войсков, сто человек». Первыми жителями города были стрельцы, пушкари, приказные строители, боярские дети и духовенство. Город не раз уничтожался во время крестьянских восстаний, сгорал в пожарах, но вновь возрождался на прежнем месте. На все Поволжье была знаменита Цивильская Тихвинская ярмарка. Купцом Курбатовым и монастырем были построены на площади часовни. На ярмарочной площади собирались купцы всех гильдий из Казани, Нижнего Новгорода, Свиярска, Симбирска и Чебоксар. Продолжалась она три дня. Эта традиция сохранилась до наших дней. Ярмарочные дни – это не только большой праздник для цивилян, но и место встречи родственников и гостей города. Последние десятилетия XVII века поражают небывалым размахом церковного строительства. Чаще всего храмы возводились по заказу частных лиц, бояр и богатых купцов. А вот Свято-Троицкий собор в городе Цивильске построен на средства простых крестьян в 1734 году. При соборе имелось городское трехклассное училище – церковно-приходская школа. В то время церкви сыграли немаловажную роль в обучении и воспитании крестьянских детей. После революции 1917 года церковь была закрыта. Здание передано в распоряжение Цивильской средней школы. Вскоре на его месте был открыт гвоздильный завод. И только в 1989 году начались работы по восстановлению Троицкого собора и колокольни. Кроме Троицкого собора в Цивильске до революции действовали еще три церкви. Это Казанско-Богородицкая церковь, построенная в 1735 году, Кладбищенская Федоровская церковь и Тихвинский женский монастырь. История города тесно переплетается и с возникновением Тихвинского женского монастыря, который сейчас представляет главную историко-культурную ценность для цивилиан. В 1880 году на средства казанского купца первой гильдии Василия Никитича Никитина и его супруге Дарья Ивановна был выстроен в Тихвинский собор. К конца постройки собора Василий Никитин не дождался, он умер. По его завещанию его похоронили с правой стороны от ступени главного входа. С правой стороны в склепе он там лежит. Через короткое время умерла его супруга Дарья Ивановна. Ее тоже положили в один склеп. Они в склепе вместе с мужем лежат. Тихвинский собор, каким он был раньше, ведь его же коммунисты в 1925 году закрыли, на стену роспись сняли, иконы уничтожили, какие смогли верующие, сохранили иконы. Он был очень обезображен коммунистами. Купола башни сняты, окна замазаны, лепнино украшения сбиты, вырезано 41 окно и сделано трехэтажное здание. И здесь во время закрытия, чтобы была воинская часть, где домовцы были. И уже последнее, до 1998 года на территорию училища. Как-то приходил сюда мужчина, и как раз он попался мне на встречу, спрашивает, куда мне отнести мелочь, много денег. Я сказала, церковную лавку. Он сказал, вы знаете, я здесь был мальчишкой, иди дома, он сын. Мне, конечно, очень заинтересовало, я стала спрашивать его, расскажите, что вы помните. Он сказал, что когда мы были мальчишками, то здесь, как они называют, он неверующий. Культовое здание находилось. Культовое здание – это храм. Находился с этой стороны ухода. И они говорят, мы были, рассказывал, мальчишками, курили в этом здании, спалили здание. Находили очень много мелочи, денег. Поэтому, говорит, я решила отнести, отдать то, что долг, то, что я в детстве находил здесь. Потом они нашли, был подземный ход к речке, от собора к речке, к большому цели подземный ход. И в этом подземном ходе, он сказал, они нашли церковное имущество. У него само было железное евангелие, у мальчишек. Они прятали от воспитательниц. Воспитательниц потом увидели, он рассказал, пригнали машину, все выгрузили и увезли, неизвестно куда. Тихинский собор, он состоит из трех алтарей. Его стали восстанавливать в 1998 году. Сюда приехала настоятельница Агния, Салатарского женского монастыря, с сестрами. Их было немного, около 10 человек. Когда они приехали сюда, здесь было мерзие запустения на святом месте. Все в бурьянах, заросшие. Были свалки мусора, канализация, сливы. Ну, страшно, что здесь творилось. И самые такие труды, конечно, понесли они по восстановлению монастыря. Это один из немногих монастырей, судьба которого была связана не только с трагичными и драматическими, но порой и таинственными страницами истории государства российского. Во время крестьянской войны под предводительством Стеньки Разина воровские казаки подошли к стенам города. Разинцы решили взять его путем окружения блокады. Но произошло чудо, благодаря которому город и его жители спаслись. История монастыря у нас очень интересная. В 1670 году к городу Сыриску подошли казаки, сообщники Стеньки Разина. Нападавших было 6 тысяч человек. Севеляне защищались. Тогда был город-крепость. В течение двух недель, с 1 октября 1671 году по 17 октября, севеляне не пускали их в город. В течение этого времени у них закончили пища, порох, ничего было кушать, нечему вороняться. И севеляне решили тайно ночью убежать в Чаваксары, в город. И вот накануне этого решения местная вдова Леония Васильева молила о Стройском соборе, Зисыльский Стройский собор, предтихинской иконой. Ей было видение. Что такое видение? То есть явилась сама Царица Небесная, и Царица Небесная сказала, передать цевелян бежать никуда не нужно, я защищу ваш город, но вы должны построить монастырь между большим и малым цевелем, возле Стрелецкого луга на болотистом местности. И сделайте копию с моей иконы, поместите в этот монастырь. Леония Васильева рассказала просьбы священнику Троицкого собора. Они взяли хорогвия, верующие священники, вышли из города и увидели такое чудо. Нападавшие казаки-разбойники, их было 6 тысяч человек, это исторический факт, история доказана. Они ослепли. В этой слепоте они даже стали бывать друг друга. В летописи монастыря написано, что трупы казака валялись вокруг Цивельска на протяжении трех верст. Это чуть больше трех километров. Все было усеяно трупами казаков. Цивельяне, я уже как сказала, они многих перебили, многие убежали. Через четыре года была возрождена Церковь Вознесения Господня с пределами во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. Так в Цивельске сначала появился мужской монастырь, а после расформирования на его месте появился женский. Этот монастырь, расположенный возле реки Цивель, привлекает множество паломников и туристов со всей России. И прежде всего взгляд человека, ступившего на землю женского монастыря, поражает изумительная красота храма. К сожалению, совсем немногие жители Чувашии знают об этом удивительном святом месте. Десять лет назад настоятелем этого монастыря стала игумена Нина. Раньше она жила и служила церкви в Юросалиме. С ее приезда в монастырь был проделан большой объем работы. На месте собора с прекрасно величаво поднявшимися к небу каполами было только деревянное трехэтажное здание. Настоятельница Нина занялась благоустройством монастыря. Строительство пристроили пекарни, трапезны, кельи. Все это улучшило проживание монахинь. Монастырь находится возле реки Цивель. И раньше весной в половоде его постоянно затапливало, как и город Цивильск. Но несколько лет назад наконец-то была построена отводная дамба, благодаря которой монастырь и Цивильск стал защищен от природной стихии. С помощью бывшей настоятельницы игумены Агнии и матушки Нины монастырь обрел такую красоту, которая привлекает все больше и больше паломников не только из Чувашии, но и со всей России. Сейчас главный собор иконы Божьей Матери Тихвинской реставрирует. Сейчас нам предстоит уже нынче, в этом году, мы должны пол постелить. Говорили, сказали, что после лета, может, как уже тепло будет, начинаем уже пол постелить. После пола уже. Сейчас отопление начали, потихоньку отопление начинаем. А после пола уже иконостас. Иконостас готовимся. Иконостас пока сейчас тоже очень многие такие. И много денег надо, и спонсоров надо было, такая же лишняя. Рядом с собором находится деревянная церковь священно-мученика Харалампия, епископа Магнезийского. История этого храма не менее интересная. Она имеет свои тайны и предания. Когда образовался монастырь в 1675 году, здесь был мужской монастырь. И по тому, как был построен первый храм в честь Вознесения Господня, мужской монастырь назывался Вознесенским. Монахи существовали здесь 200 лет, до 1871 года. Здесь во время весенних разливов, две речки, вот Большой Цивили и Малой Цивили, очень много больших наводнений бывает от них. Почему монахи стали уходить? Потому что они не справлялись. После потопов вода здесь стояла неделю, даже больше недели. Первые этажи были занесены илом, мусором. Здесь был храм деревянная, честь священно-мученика Харалампия. При входе в храм, с правой стороны белое здание, вот на том месте. И храм Вознесенский на месте Тихвинского собора. Монахи стали уходить. Почему? Потому что они не справлялись. Монастырь приходил в негодность, здания разрушались, аварийное состояние были. Монахи стали уходить. Казанский владыка Антоний, он решил закрыть этот монастырь. Но местные жители понимали, что если монастырь закроют, чудотворную икону Тихвинскую заберут, самую главную святыню. Поэтому прихожане едут в Казань, к владыке, упрашивают, чтобы не закрывать монастырь. Он принимает такое решение, вместо мужского монастыря образуется женский монастырь. Женский монастырь название изменил, стал в честь Тихвинской иконы Тихвинским. Здесь первая игумия была Херувима. Конечно, самые труды пришлось понести ей. Потому что монастырь был в разрушении, бедный, зданий было мало. Она молилась с сестрами. И Господь послал казанского купца первой гильдии Василия Никитина, супругой Дарьи Ивановны. Это казанский купец, очень довольно-таки знаменитый и в Москве, и в Казани, и в России. И благотворительностью своей знаменитой, и праведной жизнью. На его средства был построен Тихвинский собор. Мы с вами еще пойдем на улицу, посмотрите его, да? Здесь сестер в дальнейшем подвязалось до 1925 года 250-260 сестер. Для сравнения, нас сейчас 40 с чем-то сестер. Монастырь в дальнейшем стал очень богатый, очень знаменитый. Здесь была своя пасека, и сестры делали свечи. Свечи по качеству были одни из лучших в России. Потом здесь была открыта школа для девочек. Из года в год они обучались. И мы нашли тоже такие интересные информации в документах, что женихи со всей России приезжали схватать этих девочек, когда они уже подросли. То есть раньше очень почиталось воспитание такое духовное. Монастырь хранит многие величайшие святыни. Одна из них – чудотворная икона Тихвинской Богоматери. Этой иконе уже 340 лет. По одной из версий, это и есть та самая икона, которая защитила город от врагов во время крестьянского восстания. Икона и поныне творит великие чудеса, помогает всем, кто с верой и упованием молится ей, приходит поклониться. Монастырская летопись хранит свидетельство многочисленных исцелений, телесных и душевных болезней, помощи в различных нуждах. Самое главное, мы стоим сейчас перед Тихвинской иконой чудотворной. Как только образовался Мужский монастырь, сразу же написано копия с той иконы Тихвинской, принесена сюда в монастырь. Раньше была принята, эту икону носили по городам, деревня, служили перед ней молебны. К примеру, кто-то заболевал, посылал родственников, просили монахов, и монахи приносили икону, и служили дома молебны. Случа помощи Царицы Небесной написано у нас очень много, но я рассказываю всегда самые такие вот яркие случаи всем. Перед этой иконой произошло воскрешение четырех младенцев, мертвых младенцев. В первый случай ехали молодожены на поклонение к этой иконе, тогда был еще Мужский монастырь Вознесенский, и у них в дороге умер ребенок, младенец. Они приехали и во время Божественной литургии положили на пол ребеночка перед этой иконой. Во время пения Херуимска ребенок ожил. Свидетели здесь монахи, которые стояли, находились во время службы, это чудо видели. Второе чудо – паломники заспали младенца во сне, заспали и придушили нечаянно. И тоже принесли ребеночка, положили на пол во время Божественной литургии, ребенок ожил. Третий случай – местный диак здесь, в Северске, дал обет Царице Небесной этой иконе отслужить молебен перед ней. Не вспомнил свое слово, почему мы не знаем, конечно. Вот, может, забыл, может, еще что-то не получилось. Ну, я хочу сказать, как страшно давать слово обет и не исполнять. У него умер ребенок, Ванечка, сын. Он пошел покупать гроб уже, назад возвращался домой с гробом. И вспомнил, что не исполнил слово данное Царице Небесной, не ослужил молебен. Он стал просить прощения у Царицы Небесной. И когда подходил к дому, то выбежала супруга и сказала, что ребенок ожил. Он спросил, какое это время, она сказала, это было то время, как раз когда он просил прощения Царицы Небесной. В это время за его покаяние Царица Небесная воскресила его сына. Они принесли ребенка, отслужили благодарственным молебеном. Четвертый случай нашли в Казани, в архивах. Подробностей не сказали, но сказали тоже, что в нашем монастыре было воскрешение младенца. Хочу сказать еще, конечно, самое главное играет вера родителей. По вере в ваши данные, Господь сказал, какая была вера у них, что они побежали не как мы сейчас, да, врачи вызываем, скорую помощь. Они принесли в самое дорогое место к Богу своих мертвых детей, молились, плакали, просили, и по их вере дети воскресли. Вот четыре случая у нас записано. Один случай очень страшный, тоже здесь произошел в Северске, как-то эту икону пригласили в одну семью, отслужить молебен. Монахи несли через рынок, была зима, на рынке было очень много людей. Многие припадали к Сарице Небесной, молились, мужчины снимали шапки. На рынке находился молодой человек, Максим Кашамраев. Он когда увидел эту икону, что плюнул на землю и стал хулить Сарице Небесной. Хулить, понимаете, оскорблять. И как только он замолчал, он упал на землю, и у него начались такие судороги, что во время судорога у него оказалась голова скручена между ног в виде колеса, его подбрасывало от земли, как мяч. Кричал он очень сильно, люди просто не выдержали на рынке, стали расходиться. Он был не один с друзьями. Друзья боялись подойти к нему первое время, потом подошли, взяли его на руки, отнесли домой. Через трое суток он умер. Такой страшный случай. Но Сарица Небесная, она помогает во всех случаях. В скором времени эту икону должны перенести в главный собор иконы Божьей Матери Тихвинской. Другая святыня, не менее значимая, икона священномученика Харлампия. Во второй половине II века он был епископом в городе Магнезии, Фессалии. Есть сведения, что он обратил ко Христу многих язычников, наставлял их на путь спасения, получая Слово Божье. В храме хранится и капсула, в которой помещена частица мощей святого. Икона – это дар женщины, икона Сафона. Ее реставрировали, потому что она была очень повреждена и сколота. Если посмотреть даже боком, можно заметить эти оскуленные, срезы. Издевались над этой иконой неверующие люди. Священномученик Харлампии пострадал за Христа 23 февраля. Очень легко запомнить. 23 февраля у нас престольный праздник. Очень много людей, архиерейская служба приезжает, митрополит Варнава служит, паломников очень много. Мы тоже вас приглашаем. Если у вас есть такая возможность, приезжайте. Священный Мучий Харлампий пострадал за Христа. Это начало 200-го столетия. Он жил в Римской империи. Тогда была языческая Римская империя. Христиан было очень мало. Христиан хватали, мучили. Он был святитель магнезийский. Когда его взяли на мучение, ему было 113 лет. Благобразной внешности старец. Привязали к дереву мучители. Сдирали с него кожу два воина. А он кротко с любой молился за них. И Господь такое чудо явил. У него раны заживали. И воины увидят такое чудо, что раны заживают муновенно. А он с любой молится за них. Они уверовали. Сказали мучителям, разве вы не видите, что это святой жизненный человек. Им тут же осекли головы. Во время его мучения было очень много чудес. Раньше на Руси священный мучник Харлампий и Параскева Пятница были очень почитаемые святые. Сейчас их подзабыли. Священный мучник Харлампий – это покровитель животноводов из земледельца. Потому что он своей смертью, своими мучениями, когда его уже вели наказать, чтобы свящему главу, то небо открылось, явился сам Господь и сказал ему, любимчик мой, проси у меня все, что ты хочешь. Он сказал, Господи, пусть там, где будут мне молиться, пусть там не будет ни тлетворного воздуха, ни эпидемии, никакой заразы плодоносят, поля размножаются животные. Господь сказал, да будьте послова твоему любимчему. И взял его, его понесли ангелы, на руках видели многие и язычники, и христиане. Это чудо. Не дал ему, чтобы усекли голову. И поэтому, вот по его молитве, он покровитель животноводов земледельца. Матушка наша, игумненина, она очень хотела, чтобы у нас были мощи. У нас же не было его мощей. Вот видите, он держит Святой Евангелие, Святой Евангелие капсулу. Там частица мощей. Мощи, да, они такие очень редкие в России, потому что он пострадал не в России, а в Греции. И она молилась ему, просилась еще на мощь в Карлампе, чтобы он явил свою милость, дал нам частицу своей мощей. И вот он услышал ее из Греции, с Афона. Вообще, эта частица мощей была предназначена не в Россию, а за границей для другого храма, а попала к нам чудом. Мы очень рады. Вот это икона святого архистратига Михаила. Святого архистратига Михаила, моли Бога о нас грешных. Эта икона больше 10 лет назад мироточила. И под стеклом видно два потека, два ручейка. Это икона мироточила. Очень сильно мироточила. Меня тогда в монастыре не было. Сестры рассказывали. Икона мироточила на протяжении двух недель. Мира была благоухающая. Что такое мира? Это водянистая, маслянистая жидкость. Мира бывает благоухающая, бывает неблагухающая. Это было благоухающая, то есть ароматная. Тоже приезжала телевидение, снимала это чудо. Священники снимали ваткой мира, раздавали верующим, верующие помазывались. Но к чему мироточат иконы? Святые отцы говорят, к скорбям или для укрепления веры. То есть, когда слабая вера, чтобы люди не сомневались, Господь показывает такие чудеса. Иконы не только мироточат, они и кровоточат. Вы знаете об этом, да? И тоже доказано наукой, что это на самом деле так. Жизнь монахини – это жизнь перед Богом. Это внутренняя жизнь. Как говорят сами монахини, все начинается внутри нас. И царствие Божие, и ад. Святые отцы советуют отсекать, отвергать греховную мысль в самом начале. А те страсти, которые, к сожалению, уже развиты, постепенно искоренять при помощи покаяния и противоположных добрых дел, мыслей и чувств. Это и есть основное, главное монашеское дело. Путь к совершенству пролегает через скорби и трудности. Однако монашеская жизнь, если она проходит правильно, полна радости, потому что ее суть – покаяние, а в истинном покаянии нет места унынию. В Тихвинском монастыре есть кельи для проживания, различные мастерские, детский приют, библиотека, пекарня, трапезная. Каждый раз во время трапезной монахини читают отрывки из Евангелия. Сестра Валентина живет в этом монастыре уже 7 лет. В мирской жизни была простой массажисткой из Тольятти, Самарской области. Раньше не то, что не веровала в Бога, но и не умела молиться. Говорит, что каждому человеку в жизни предназначена своя судьба. Все в жизни происходит по замыслу Божьему. Ей было уготовано место в Тихвинском женском монастыре. Кладбище раньше было очень большое, теплица, сад, где дровяник и вот эта куча земли. И где куча землетурфа, там когда копали сестры, то нашли склеп и косточки священников, облачения. Иконы находили, икону священному чекахарлампия сестра находила здесь. Когда наши сестры начали умирать, то митрополит Варнава благословил на этом же кладбище, на стороне, сестер хранить. Вот это уже новое кладбище пошло. Наши бабушки местные, которые приходят в храм сюда, они рассказывают, что кто играл здесь в футбол, здесь же неверующие снесли могилки, сравняли землю, сделали футбольное поле. Кто играл, то у них болели ноги, страдали ногами. В каком возрасте приходит монастырь? У нас есть сестра одна молодая, она в 12-летнем возрасте, мне говорили, пришла сюда, мать Вероника. Очень ей понравилось, она очень просила здесь остаться, ее оставили. И через вот короткое время, я знаю, что мама и умерла. Видите, как Господь промыслительно привел эту сестру сюда в монастырь, чтобы она спасалась. Она певча, поет, поет как ангел, конечно. В собственности монастыря есть и подсобные хозяйства, на которых выращивают сельскохозяйственную продукцию. При монастыре имеется и кладбище, на котором похоронены монахини и бывшие настоятельницы монастыря. 20 мая 2004 года Игумня Агния умерла у нас. Это был праздник Вознесения Господня, умерла она, была раковая больная. Я, к сожалению, не застала ей живой, я приехала в 2006 году сюда. Очень сожалею, потому что, как один священник, я смотрела фильм, сказал, это пусть не обижаются на меня остальные Игумния, это была царственная Игумня, на Игумню Агнию. Царственная Игумня. Она очень была гостеприимна, у сестры рассказывали, очень любила паломников. В Мирон она работала медсестрой, была медсестрой. Очень семья у нее была очень верующая, отец у нее священник, отец Николай. Брат у нее Геннадий, иконописец знаменитый, довольно-таки чуваший иконописец. Иконостас в храме священномущика Хролампия написан ее братом. Она была, очень паломники любили к ней ездить. В любое время года здесь всегда очень красиво, но летом здесь особенно благодатно. Все утопает в зелени и цветах, открываются великолепные виды на реку и город. 5 июля мы отмечаем большой праздник Престольной Чистихинской иконы. У нас всегда служатся архиерейские службы, приезжает митрополит Варнава, может даже с епископом приехать, приглашает он. Очень много священства, очень много паломников. Паломники приезжают с России, Белоруссии, с Мордовии, Ешкаралы, очень много людей. Очень торжественно. Позапрошлом году был концерт даже на улице, воскресная школа. Приезжают в воскресную школу, в прошлом году с Канаша приезжали, девочки пели, выступали. Вот приглашаю вас, приезжайте. Здесь на улице трапеза, на улице восстанавливают здесь. Людей очень много, всех кормит Царица Небес, на всех хватает. Каждый храм святой обители таит в себе память прошлых лет, день сегодняшний и день грядущий, восходящий к таинственному дню вечности. В народе этот женский монастырь и Свято-Троицкая церковь получили название теплых храмов. Но скорее не потому, что их стены хранят тепло, а потому что горяча в сердцах нашего народа любовь к своим предкам, трудами и молитвами которых выстаивал он в самых тяжких испытаниях. Пусть же не оставляют нас своим заступничеством святые, которые защищают город и жители его от всякого горя, бедствия и несчастья. Субтитры создавал DimaTorzok